Привет, друзья! Этот ролик я не советую смотреть вегетарианцам, потому что будет настоящее мясо. Я нахожусь на мясном рынке и попросила настоящего питерского мясника помочь нам научиться разбираться в мясе и выбирать мясо, отличать хорошее от плохого, замороженного от неразмороженного, говядину от свинины и так далее. Поможет нам в этом настоящий питерский мясник Джабар. Вот я прихожу на рынок и я вижу мясо, которое лежит в разрубе. Оно для меня все разное. Как мне понять, это хорошее мясо или плохое? Как мне понять, для какой цели мне нужно брать? Например, котлеты или, например, я хочу сделать отбивные. Что мне лучше выбрать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Давайте посмотрим примеры, признаки, как отличить свежее мясо от замороженного или то, что было разморожено. Как в Киеве. Я думаю, что легко можно разобраться в этом, потому что любое мясо, когда оно размороженное, берем кусок, видите, какой он сухой. А если будет он размороженный, с него будет вытекать всегда жидкость, скажем, вода, конденсат, который в холодильник заходит, выходит, и поэтому он всегда будет мокрый. И даже получится такая. Да, даже здесь получится. Вот приходите, говорят, в некоторых магазинах, когда они, заметите, даже в самом подносе, куда они складывают мясо, мясо уже в воде, так скажем. Потому что с него все стекает туда. Почему они подносят? Это то, что в холодильник себя не испортят. Это раз. Во-вторых, как еще? Я думаю, что если не то, что думаю, знаю, то, что когда мясо размороженное, оно на перелавке долго не будет лежать. Цвет меняет сразу же. Темнеет. 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 А насчет свежести и старости, я думаю, что тоже легко можно узнать. Вот, например, мы не ставим на... Это я достал, чтобы вам показать пример. Вот, посмотрите. Цвет мяса. Видите, какой он клейкость у него. Видите, даже рука перегибается. То есть если прикоснуться, то будет такой, как липкая, да? Да, да. Это уже старая мясо, значит. А это вот свежая. Я даже не хочу руками тоже больше трогать его, потому что я уже потрогал старую мясо. А еще вот я смотрю, оно такое более как заветренное. Видно, что... Заветренное тоже бывает такое, да, вот. Как бы у нас сейчас сменится с ветреного, но оно темнеет. Темнеет. Вот цвет мяса, который должно быть у свежего мяса. Вот, смотрите. Видите, какая она розенькая. А когда она начинает темнеть, это значит, что уже давно лежит. Я смотрю, оно блестит, но от собственного коллагена. То есть не от того, что оно влажное, да? Нет. То есть оно свежее, не размороженное. Вот цвет так. Таким и должен быть. И некоторые, вот я заметил, приходят, выбирают мясо. Когда выбирают, вот пальцем вот так вот отрагиваются. Если мясо обратно, вот обратите внимание, они, я спрашиваю, честно говоря, это покупатели, но они их говорят, вот так вот нажимают. Если мясо обратно как бы восстанавливается, значит свежее. Да, сразу восстановилось, да. А если ямка остается, тогда... Значит старая. Значит старая. А есть еще какие-то признаки? Ну, например, там жир, он такой серый становится, вот на плохом мясе, или коричневеет, или он должен всегда быть белым. По жиру что-то можно определить? Нет, жир тоже чернеет. Жир тоже чернеет, конечно. Коричневый, как вы говорите, вот, вот видите. Вот свежий идет, вот он. Ну да, я разницу вижу, конечно. Да, да, да. Оттенок такой сразу понятен. А вот здесь он более темный. Но это... Мне разрубали, я просто знаю, что это свежее. Но почему он более? Почему темный, я объясню. Это мы сейчас здесь разрезали, а его... Он висел же в холодильнике, понимаете, да? Его ночью перевезли. Когда это... А это наружная часть. Это наружная часть, да. А это мы только что срезали. Понятно. Поэтому и разница такая. Если это оставить до вечера так же, он будет... Цвет будет у него то же самое. А это будет намного хуже. То есть, чтобы понять мясо, не нужно вот такие критерии, да? Его потрогать, посмотреть. Самое главное, вы уже по виде понять. Сначала вот вы замечаете, да, то, что здесь более свежее, ну, как и по краю, перед вас разделали. Здесь более свежее, чем тут. Это и так можно понять уже. А там уже тоже, когда выбирать будете, уже поймете, что... Почему здесь темные, почему здесь светлые. Всегда надо выбирать самую светлую, самую розовую. Если темные, то они, конечно, и повозрослее, и может быть старые. Да, Джабар, еще вот я иногда вижу, редко, но вижу в магазинах, на рынках, что продают одно, один вид мяса под видом другого. Ну, например, часто телятина, говядина. Как? Понятно, что телятина, она дороже, но продают часто говядину, да? Как отличить, как понять, что... Вот ребенку нужно, например, врач посоветовал диетическую телятину. Как определить, что это телятина, а не говядина? Телятина сейчас так как нету, не могу показать, но объясню. Много, да, очень много так делают. Под виду говядины, то есть под виду телятины продают говядину. Телятина должна быть белая, как даже с виними, так скажем. Как свинное мясо. И, естественно, то, что... Надо на размеры мяса. У телятины вот такой кусок, вот такой кусок. Так скажем, у телятины одна задняя нога весит мякоть, если мякоть с нее снять, одна задняя нога весит килограмма пять-шесть. А здесь у нас один маленький кусок весит, вот смотрите, два с половиной килограмма. Это далеко не телятина. Ну что, что у нее цвет светлый. Посмотреть надо по размеру. Если лангет там найдете, вот в этом телятина на лангет найдете, вы поймете, что здесь два килограмма, а там всего полкило. А до рынка продают телятину? Продают. А как отличить... Вот, например, продавец уверяет, там тельняшку на груди рвет, что это парное мясо. Как мне понять, что он правду говорит или все-таки где-то лукавит? Так вы можете ему просто вопрос задавать, как он может быть парной, если он, например, лежит в холодильник, а, во-вторых, покажите, где вы его забили. Потому что парной он только забили, и только продают. Вот это парной. Слово парной, знаете, значит, что такое пар. Да, да. Где его пар? То есть пару часов должно было пройти, да. Если он же лежит там, не знаю, уже в холодильнике, значит, он же охлажден. Парной, он должен, с него пар уходить. Не может быть то, что в магазинах, ни в рынках, нигде полной мяса нет. А вот вы как знаток, вы бы себе какое мясо взяли? Сколько оно должно перед этим, вот, как говорится, отстояться? Сутки, двое, трое, четверо? Как минимум полтора, двое, две сутки. То есть как минимум 48 часов, да? То есть это самое лучшее мясо? Оно вкуснее будет просто? Да. Жабар, я вот сейчас пока стояла, пока вы мясо давали, мужчина подошел, и мы с ним разговаривали, и он говорит, ни в коем случае не берите свинину и говядину. Все выращено на антибиотиках, только баранина можно. Вот прокомментируйте. Слушай, ты, разные люди, разные мнения, так скажем. У каждого свое мнение. Я думаю, что это совершенно неправда, потому что мы разговаривали, почему мы с вами сейчас долго стояли и ждали, пока перевезут свинину. Свинину перевезли минут 20 назад, но мы с вами еще минут 15 подождались. Подождали. Почему? Потому что, чтобы она проходила проверку. Ее проверили, посмотрели, все правильно, все нормально, все чисто, нет никаких антибиотиков. А как ее проверяют? Само мясо проверяют? Там лаборатория или что? Все оборудованы, где это все проверяется. Лаборатория? Лаборатория, конечно. На что они проверяют? На какие там наличия? Они и на болезни, и на антибиотики, и на все то, что... Бывает здесь такое название, хряк, да, по-моему, называется, чтобы запаха не было. На этом все проверяется, чтобы на рынке обязательно проходит вот... А, ну вот, мы как раз стояли, вот ее сделали, да? 50 вот сегодня. И что там написано? А, пригодно в продаже, то есть они вот это... Прогодно в продаже. Вет, санэкспертиза проходит. Ага. То есть, Джабар, вы бы советовали, вот когда я прихожу выбирать мясо, начать с того, что я спрашиваю документы и смотрю клеймо? Ну, клеймо не обязательно посмотреть, клеймо может продавец и срезать перед рубкой. Ну, вот такая вот бумажка должна быть у каждого продавца, то есть мясо проверено... То есть можно спрашивать, да? Конечно, мясо проверено, мясо уже прошло экспертизу, ее есть можно. Джабар, спасибо большое. И напоследок, дайте какую-нибудь рекомендацию или совет моим ученикам, которые посмотрят этот ролик, вот, что бы вы им, как знаток мяса, могли бы посоветовать? Слушайте, я думаю, что насчет продукции самое главное. Выбирать надо лучшие продукции, лучшее мясо, хорошее мясо, чтобы все получилось за ним хорошо. А для этого, я думаю, то, что они досмотрят это видео и мы им ясно объяснили, то, что как правильно выбирать мясо. Я думаю, что после этого у них получится вкусно готовить. Хорошо, будем надеяться. Спасибо. Спасибо.